Доброе утро, любимый город! Привется, Саратовская область! Вы смотрите утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратова-24». Отгремел последний звонок, а значит, остров встает вопрос, куда же пойти учиться. Но и этот вопрос, естественно, волнует всех будущих абитуриентов. Сегодня к нам в гости пришел проректор по учебно-организационной и воспитательной работе СГУ имени Чернышевского Игорь Малинский. Он расскажет нам, когда в этом году начнется приемная кампания и на каких направлениях подготовки ожидается самый высокий конкурс. Для начала будем приветствовать. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть в нашей студии. Скажите, когда, какого числа в этом году открывается приемная кампания? Ну, приемная кампания в этом году, так же, как и в прошлом, в позапрошлом году, открывается традиционно 20 июня. Начинается подача документов во все вузы нашей страны, в том числе в Саратовский национально-исследовательский университет имени Чернышевского. У нас следующий вопрос, когда она закончится, потому что очень важно не пропустить этот самый момент. Да, это очень, кстати, серьезный вопрос. Дело в том, что в целом прием документов, если не вдаваться в подробности, он будет для очной формы обучения продолжаться до 26 июля. То есть чуть больше месяца. Да, чуть больше месяца. На заочную форму до 16 августа. Но здесь есть нюансы, связанные с тем, куда собирается поступать абитуриент. Если это направление подготовки, по которым существуют творческие или там профильные, творческие экзамены, ну, предположим, на журналистику, то эти экзамены будут проходить в начале июля. Поэтому надо успеть подать документы до 5 июля, если ты хочешь попробовать стать журналистом. Ну и ряд еще таких направлений, как в Институт физической культуры и спорта, в Институт искусств, то есть там, где существует еще дополнительный экзамен. Ну и для лиц, которые будут поступать в ВУЗ без единого государственного экзамена, то есть сдавать внутренний экзамен в ВУЗ, а есть такая категория, ну, скажем, выпускники училищ, да, профессиональных училищ, которые могут поступать по внутренним экзаменам в ВУЗ. Они тоже должны подать документы до 10 июля, чтобы, опять же, успеть пройти эти внутренние экзамены в ВУЗ. Ну, в том числе и выпускники, если не ошибаюсь, военных училищ тоже попадают под эту категорию. Ну, выпускники каких военных училищ? Если это выпускник военного училища, как бы, высшего, то он, естественно, если будет идти на первый курс, то это уже будет, ну, второй, высшее, то есть на коммерческой, да, конечно, он может быть. Ну, да, да. Ну, потому что без ЕГЭ. А давайте поговорим о программах, которые предлагает СГУ абитуриентам. Ну, у нас в этом году, собственно, очень большой выбор программ. Это порядка 84 программ бакалавриата и 4 программы специалитета. То есть бакалавриат – это 4 года обучения в очной форме, специалитет – это 5 лет или, там, скажем, специальность компьютерной безопасности – 5,5 лет обучения. В общем-то, набор ЕГЭ у нас традиционно в университете, наверное, как в единственном ВУЗе нашего региона, полный. То есть у нас любой ЕГЭ, любой предмет в том или иной направлении подготовки принимается. Поэтому 3 ЕГЭ на каждое направление, за исключением, опять же, творческих экзаменов, где 3 ЕГЭ плюс творческий экзамен. На сайте sgu.ru можно посмотреть точный перечень на каждое направление. Ну, я думаю, что те, кто уже собирается поступать в СГУ, они уже выбрали. Потому что до 1 февраля все абитуриенты должны были записаться на ЕГЭ по выбору. И, наверное, если человек собирался там поступать туда, где нужно общество знания, то он уже его будет задавать в скором времени. Вот 29 мая стартовал ЕГЭ. Как вы ожидаетесь? На какое направление будет самый большой конкурс, где будет больше всего абитуриентов? Но, одним словом, какая профессия будет самая популярная? Ну, вы знаете, из года в год, собственно, конечно, прогнозы – дело неблагодарное. Но, в принципе, из года в год самые популярные, если говорить о естественно-научных направлениях, то это, как я уже перечислил, компьютерная безопасность, практически все направления факультета компьютерных наук и информационных технологий, прикладная информатика, бизнес-информатика. А среди гуманитарных – это, опять же, журналистика, это роман-германское направление в Сутифилологии журналистики, то есть английский язык литературы. Это, наверное, психология, юриспруденция. Я так боялся, что вы скажете, как раз юриспруденция. Неужели до сих пор еще активно поступают на юридические, экономические? Почему нет? Ну, если человек мечтает стать юристом… Кто же ему запретит исполнить свою мечту? Это точно. Еще очень важно поговорить о льготах. Многие студенты сейчас смотрят нашу программу. Каким абитуриентам они предлагаются и как можно их получить? Ну, дело в том, что категория льготников, она, в общем-то, достаточно четко прописана. И в правилах приема, которые установятся на федеральном уровне, они есть. Потом каждый вуз принимает свои правила приема, но, естественно, они должны соответствовать федеральным. В принципе, эта категория льготников достаточно широкая. Вот там инвалидов, детей-сирот. В этом году, если сравнить с прошлым годом, еще туда включены участники боевых действий. То есть, как тоже предоставляется льгота. Для категории льготников обычно по каждому направлению выделяется определенное количество мест, на которые существует свой отдельный конкурс. То есть, где-то до 10% по каждому направлению для категории льготников. В Саратов приезжают иностранцы. Есть ли для них какие-то льготы? Ну, для иностранцев особых льгот нет. То есть, они поступают в основном на коммерческие, за исключением, значит, тех, кто... Выпускников граждан тех стран, которые имеют право поступать на бюджет. Это Казахстан, Белоруссия. Вот. В целом, правила приема для них стандартные. Они сдают русский язык обязательно и сдают профильный предмет в зависимости от того направления подготовки, на которое они поступают. Я думаю, что потом они получают, наверное, льготы в другом виде. Это помощь в адаптации, когда уже начинают учиться. Да, это у нас существует. И если гражданин, который приезжает и хочет учиться в СГУ, там, допустим, недостаточно хорошо, так скажем, знает русский язык, то он может, там, год поучиться на подготовительном отделении, чтобы подтянуть свои знания по-русскому и потом уже претендовать на поступление на первый курс. Вот он. Приятный бонус. Скажите, вы уже не первый год в СГУ и занимаетесь вопросами поступления уже тоже не первый сезон. А как меняется абитуриент? Можете ли вы сказать, что у нас сейчас становится сильнее, что результаты единого госэкзамена увеличивают шансы поступить большему количеству людей? Или наоборот сейчас он теряет уверенность в себе? Вы знаете, дело в том, что единый государственный экзамен, те споры о нем, которые были несколько лет назад, сейчас уже как-то отошли, это факт, это форма проверки знаний. Собственно, она тоже не стоит на месте, эта форма, она как бы трансформируется. Вы знаете, что сейчас как бы там и сами тесты, вот те всевозможные анекдоты о выборе, ответы и так далее, вот эти всевозможные казусы, они отошли в прошлое. Сейчас тест достаточно продуман в Федеральный институт педагогических измерений, который отвечает за эти тесты. Собственно, он достаточно качественно работает. Поэтому здесь ЕГЭ – это как форма проверки знаний. Но самый абитуриент все-таки растет или нет? Мельчает студент? Да. Ну, я не думаю, что он мельчает. Студенты всегда соответствуют тому времени и той подготовке школьной, которая существует для данного периода. Мы как бы сейчас принимаем, вот когда говорят о вузах, мы уже сталкиваемся с готовыми студентами первого курса. То есть мы же практически их не видим. То есть они приходят к нам на первый курс по результатам единого госэкзамена, и вот мы начинаем с ними работать. Ну, я бы не сказал, что этот уровень вырос, но и назвать, что он сильно упал, я бы тоже не стал. То есть такой хороший средний уровень подготовки детей в средней школе. Совершенно. Просто есть у нас такая информация, к нам приходили и некоторые работодатели, мы как раз тоже затрагивали тему и поступления, и обучения, и потом дальнейшего трудоустройства. И многие работодатели заявляют следующее, что студенты приходят, выпускники, приходят уже такие очень уверенные в себе, деловитые, в общем, есть определенные запросы. Вот мы хотим узнать, насколько рано это начинается. Уже в ВУЗе или как раз таки все это приобретается на стадии выпуска? Нет, сейчас к этому, конечно, сейчас вот в этом смысле абитуриент, конечно, более как бы требователен к тому образованию, которое он получит. То есть если раньше вопросы там, о кем я буду и что мне даст обучение на той или иной специальности, как бы носили такой эпизодический характер, то сейчас и как бы тут это очевидно, идет разговор о том, о кем я буду, а смогу ли я после этого бакалавриата поступать в магистратуру, а смогу ли я поступить в бакалавриат такой, а магистратуру потом пойти по другому направлению и так далее. То есть, конечно, сознательность. Ну, это как бы веяние времени, ясно, что человек уже поступая в ВУЗ, не просто там ради диплома высшем образовании, а уже думает о своей будущей профессии и хочет сделать правильный выбор. Серьезно, конкуренция. Да, это требования к высшему учебному заведению с каждым годом все выше, выше и выше. Да, безусловно, безусловно. Ну, кстати, Министерство образования и науки, то, что сейчас происходит в высшем образовании, к этому они относятся достаточно серьезно, потому что работодатель активно увлечен в процесс подготовки будущего специалиста. У нас есть определенные требования к наличию работодателей, присутствию их в государственных ассоциационных комиссиях, экзаменационных комиссиях. В ЭСГУ тоже есть определенный пункт у работодателей будущих, которые еще на этапе обучения присматривают себе будущих специалистов. Конечно, они активно участвуют в образовательном процессе и в разработке учебных планов у нас есть. Еще есть вопрос подобного рода. Известно, что у каждого вуза, не только в нашей области, но и во всей нашей стране, существует своя собственная философия и существуют свои собственные идеалы. Вот какой он идеальный студент СГУ? Ну, идеальных студентов, в общем, как идеальных людей не бывает. Жаль. Ну, какие-то качества присущие. Нисколько не жаль. Мне кажется, что идеал – это немножко скучно. Для меня идеальный студент, вот, идеальный в таком понимании, идеальный студент Саратовского государственного национально-исследовательского университета Чернышевского, фанатом которого я являюсь и, как вы правильно сказали, долгое время там работаю, это является человек, который, помимо того, что он профессионал в своей области и, безусловно, специалист, потому что мы должны готовить специалистов, и наша главная миссия – это образовательная, конечно, миссия, это все-таки еще и человек личности. Человек, который выходит не просто получивший там какой-то набор знаний по каким-то предметам, по данному направлению, а человек, который, не побоюсь этих высоких слов, является патриотом своего университета. То есть, заканчивая вуз, он, как бы, мы должны его воспитать так, чтобы он был патриотом своего университета, своей родины, своей страны, в конце концов. И это правильно, потому что всегда миссией университета была не только образование, но еще и воспитание гражданин. Да, со своей жизненной позицией, со своими взглядами, но гражданиной личности. А что является инструментом воспитания этого самого человека? Патриотом? Ну, инструмент это является вот… Какая-то внутренняя жизнь в университете? Да, внутренняя жизнь, та среда, которую мы стараемся уже с первого курса привить вот этому человеку, который, как вы сказали, пришел, вот, и мы его только увидели 1 сентября на линейке. И наша задача за, по крайней мере, за 4 года, что у нас будет, вот, всеми доступными нам методами… Иногда и недоступными, но создать, да. Ну, да, как бы работать, и чтобы человек действительно вышел, вот, кем, кем я сказал, из вуза. Давайте о том, чего к честному, еще раз напомним, где можно ознакомиться с правилами приема? Ну, правила приема опубликованы на сайте sgu.ru, в общем-то, в разделе абитуриента, там же есть у нас разделы для тех, кто желает поступать не только на бакалавриат, но и на магистратуру, то есть люди, которые же имеют высшее образование, вот. Ну, и, собственно, там все вот эти аспекты, они, безусловно, прописаны, все нюансы, какие экзамены сдавать и так далее. У нас на страничке ВКонтакте идет опрос со вчерашнего вечера, мы спрашиваем у горожан, у наших телезрителей, в каком высшем учебном заведении они учились. Ну, хорошая новость для вас. 33 процента, то есть это большинство учились в СГУ и вне Чернышевского. Конечно. С большим отрывом 17 процентов набрали СГТУ, Государственная юридическая академия 11 процентов, 12 процентов Институт управления Столыпина, ну и дальше до 10 процентов Социально-экономический институт СГАО Вавилова и СГМУ Разумовского. Замечательно. Вы знаете, что у 33 процентов хороший вкус? Треть. Треть наш аудиторий с таким вот вкусом. Спасибо вам огромное за визит. Мы пытались с моими вопросами поставить вас в тупик, ничего у нас не вышло. Мне было приятно. Только захотелось вернуться в студенческие годы или еще раз поступить. Поступайте в магистратуру Сарасскому. Но мы вас не отпустим, пока вы не скажете какие-нибудь добрые наставления будущим абитуриентам. С чем, с каким настроением нужно приходить в приемную компанию? Такой совет. Значит, уважаемые абитуриенты, как я уже сказал, 20 июня начинается подача документов. Мы вас всех ждем в стенах Саратовского государства, Национального исследования университета имени Чернышевского, который недавно прошел государственную аккредитацию по всем направлениям на ближайшие 6 лет. Мы вас очень ждем. Выбирайте себе направление подготовки и становитесь студентами Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Спасибо вам большое. Будем ждать вас снова для того, чтобы уже, может быть, в сентябре подвести итоги, сколько же человек пришло и кто они, новое поколение СГУ. Друзья, у нас в гостях был проректор по учебно-организационной и воспитательной работе СГУ имени Чернышевского Игорь Малинский. Увидимся с вами после небольшой рекламной паузы. Будьте здесь. Субтитры сделал DimaTorzok